Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Бога Духновенной Псалтири Царя Давида. «Помяне Господи Царя Давида и всю крутость его». Сегодня мы будем читать 102-й Псалом. 102-й Псалом, как написано в толковой православной Библии, принадлежит Давиду, как видно из надписания еврейской, греческой и латинской Библии, и говорит о промысле Божьем в жизни человека и о мире нравственном. Итак, этот Псалом, безусловно, принадлежит Давиду, это Псалом, прославляющий Бога. Он насчитывает 22 стиха. И надписание этого Псалма по септуагенте кратко. Псалом Давида, также по-славянски. И по-еврейски «Ле Давид», то есть «от Давида». Начало Псалма – это дважды повторяемое слово «барух». «Барух» означает благословен. Но слово «барух» здесь произносится несколько иначе, как призыв к собственной душе. То есть человек, как бы словами этого Псалма, он пытается пробудить свой внутренний мир. Поэтому совершенно логично, что такие Псалмы, пробуждающие наш внутренний мир, они должны петься. И начало этого Псалма – благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, имя святое Его. То есть это не просто «баруха та адонай», благословенный Господь, а это призыв к душе начать прославление Бога. Чтобы наша душа, она пребывала в таком радостном благословении Бога. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, имя святое Его». Здесь, конечно, возникает вопрос, который могут задать верующие люди. А разве мы можем благословить Бога? А разве не больше благословляет меньшего? В каком же смысле здесь содержится вот этот призыв? «Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». И повторение второй стих. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Имеется в виду, что мы можем благословлять Бога своей жизнью, внутренним духовным расположением собственной души, когда грех становится чем-то отрешенным от нас, мы отказываемся от него. И мы благословляем Бога не в том смысле, как Бог благословляет нас, потому что как Бог благословляет нас, все, что мы имеем, это благословение Божие. А мы пытаемся отблагодарить Бога за то, что получаем от Него. То есть вернуть Ему хотя бы частицу тех благословений, которые Он излил на нас, создав нашу душу, внутренности наши. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, имя святое Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Помнить о благодеяниях Божьих в нашей жизни очень важно, потому что таких благодеяний было много, они были обильными, особенно тогда, когда мы терпим состояние богооставленности, мы должны вспоминать о временах особых благодеяний к нам. И далее радостные, я бы даже сказал, торжественные, по-христиански торжественные слова этого ветхозаветного текста. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, окружает тебя милостью и щедротами, исполняет благие желания твои, обновится, как у орла юность твоя, явит Господь милость и правду всем обижаемым». Действительно, Господь, как орля, который парит над миром, Он воспаряет молодость нашу, юность нашу, как бы возвращая ее к нам. И Он прощает все беззакония наши, Он избавляет от могилы жизнь нашу, то есть предоставляет нам возможность начать все сначала, по-славянски, от исцеления спасает нас, когда мы нравственно и морально исцеливаем. Он останавливает этот процесс разложения и вдыхает новые импульсы жизни через действия благодати. «Он явил пути свои Моисею, сынам Израиля, желания свои, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». А чем отличается слово «щедрость» и «милость»? «Милость» — это когда Господь перестает нас наказывать, не просто прощает, а милует. А «щедрость» — это когда при этом еще изливает на нас обильное благословение. «Не до конца будет гневаться и не вовек негодовать». То есть Господь может гневаться на нас, но Он прекращает этот гнев, когда мы прекращаем действия греха. И не вовек негодование Его, то есть не всю жизнь Он будет человеку вменять его преступления, как было с Давидом. Ему всю жизнь не могли простить тот поступок с Батшевой, с Версавией, который Он совершил. Как и нам тоже многие люди не хотят прощать содеянных прежде грехов. Люди вообще никому ничего не прощают, кроме самих себя. Себя они-то как раз все время прощают. Для себя находят извинения, но не для других. Но Бог не таков. «Не до конца будет гневаться и не вовек негодовать. Не по беззакониям нашим Он поступит с нашей, и не по грехам нашим Он воздал нам». То есть если бы Господь воздавал нам по беззакониям нашим и поступал с нами по грехам нашим, то кто бы из нас выжил бы? Мы были бы уничтожены в тот момент, когда совершил грех, вот и умираешь. «Ибо сколь высоко небо над землею, столь же великою милость свою Господь мощно явил на боящихся Его». А когда Господь явил милость свою таким удивительным образом? Во время Бога воплощения Христа. В Новом Завете. Поэтому Златоуст и говорит, «Как небо выше отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого». В том смысле, что Господь милосердием своим превозносится над своей правосудностью. Закон требует наказания, благодать оправдывает нас. Оправдывает. Не прощает, не милует, оправдывает, то есть делает невиновными в полном юридическом смысле этого слова. Оправдан. Это значит, никогда не был виновен. Именно это и означают эти слова. «Ибо сколь высоко небо над землею, столь же великую милость свою Господь мощно явил на боящихся Его». Насколько отстоит Восток от Запада, настолько Он удаляет от нас беззакония наши. Как бы мы хотели, чтобы Господь удалил бы от нас наше прошлое беззаконие, беззаконие нашей молодости, дни юности, которые тяготеют над нами. Но Он так и делает. Насколько отстоит Восток от Запада, настолько Он удалил от нас беззакония наши. То есть всецело – это беспредельность благости Божьей в понимании Феодорита. Как отец милует сынов, так Господь помиловал боящихся его. Он проявляет заботу о нас, как о своих детях. Ибо он знает образование наше, то есть как он нас создавал своими перстами из праха земного, помнит, что мы прах, так и сказано в Библии, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, стал человек душой живой. Человек, что трава, дни его, как полевой цветок, так и он, а цветает. Как только дух прошел в нем, то есть вышло, прекратилось дыхание жизни, и его уже не будет, и не узнает он более места своего, то есть его не будет на земле, и не узнает он места своего, то есть тело разлагается в земле, душа, она находится в другом состоянии, чем этот мир. Милость же Господня от века и до века над боящимся его, живы ли мы или мертвы, есть ли дыхание жизни в нас или покинуло нас, милость же Господня от века и до века над боящимся его. Боящихся нарушить волю того, кого они возлюбили. Это страх любви, страх нарушить волю любимого, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Правда его на сынах сынов, хранящих завет, и помнящих заповеди его. В нашем случае это обеты крещения, которые мы должны помнить, когда мы отрекались от дьявола, от злых дел его, от служения его, от ангелов его, и сочетовались со Христом. Когда нас помазывали святым миром и произносили слова «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго» и смысл жизни христианина, раскрывать эти печати Духа Святаго. То, что Серафим Саровский называет стяжанием благодати Духа Святаго. И далее с 19 стиха. «Господь на небе уготовал престол свой, и царство его всем обладает». Хотя Господь бесконечно удаленный, царство его на небе, но царство его всем обладает, и землей, и преисподней. Как вездесущий Господь наполняет собой все и вся. То есть, создав мир, он не устранился от управления мира, воссев на небесах, он не прекратил своей власти на земле и даже до глубин преисподней. «Благословите Господа, все ангелы его». Если в начале этого псалма Давид восклицает, «Благослови душа, моя Господа», то здесь он переходит к ангельскому чину, он уже призывает и не только свою душу, и только других людей, но и ангелов, «благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слова его, служащие ему». Юнгеров предлагает решение, «слушающие глаз слова его». Слушающие глаз слова его. То есть, как верующие, хранящие завет Божий, так и ангелы, слушающие глаз слова его, они могут совершенно прославлять Бога, благословляя его. «Благословите Господа все силы его, по-славянски силы запрещения, его слуги, его, исполняющие волю его, благословите Господа, вся тела его, на всяком месте, владычество его, благослови душа, моя Господа». Что значит «на всяком месте»? Владычество его. Он на небесах, но владычество его на земле, владычество его преисподней. Поэтому на небе ли мы, на земле или в преисподней, мы везде благословляем Господа. Благослови душа, моя Господа». Преисподнее – это состояние падения, и Давид находил себе сил, пребывая в состоянии падения, взывать к Богу, например, «из глубины возвах тебе услышь меня, Господи», как бы врываясь из глубин преисподней поближе к небесному престолу. Таким образом, благословляем мы Бога днем или ночью, благословляют ли Бога люди или ангелы, это служение – важное и ответственное служение, а нас, людей, оно приближает к ангельскому чину. Благослови, душа моя, Господа!